друзья всем привет сегодня у нас новинка на канале сегодня обзор на новый prius и этот обзор снят напрямую в японии и в этом нам помог наш хороший знакомый евгений чиполинка жизнь японии евгений уже живет много лет японии и делится на своем канале опытом жизни в этой прекрасной стране моей любимой ребят все ссылочки на его канал будет в описании переходите и смотрите а мы начинаем всем привет снова с вами евгений это канал чиполинка жизнь японии сегодня совместно с компанией сфера car мы покажем вам новенький prius компания сфера car занимается покупкой доставка автомобилей из японии кореи китая объединенных арабских эмиратов соединенных штатов и европы все ссылки на компанию сфера car будут под видео а теперь пойдемте смотреть сам автомобиль прошлом году дебютировал новый toyota prius пятого поколения prius первый вышел 97 году и тогда это был первый серийный гибридный автомобиль новая модель prius построена на доработанной платформе тенджей которая снижает вес и увеличивает жесткость новый prius получил измененный дизайн новый салон и пересмотренную силовую установку новый prius это все тот же пятидверный лифтбэк но теперь он сменил имидж с уклоном в спорт и внешность у нового prius действительно эффектно первое время когда я ездил по дорогам токио и встречая новый prius мне всегда казалось что это за новый электрокар появился который я никогда не видел также новым prius достались эффектные фары сами тойотовцы сравнивают ее с головой акулы молот и задняя оптика в виде сплошной линии ну и большие колеса 19 дюймов новые фары это си-образная светодиодная лента интересно дизайнерское решение также с боковыми зеркалами они прикреплены в нижней части стекла занимают очень мало места и разделяют стеклом на две части а ручки задних дверей теперь спрятаны верхней части двери и довольно незаметный издалека новый prius можно принять за трехдверный автомобиль колесная база выросла на 5 сантиметров до 275 сантиметров длина нового prius равна 460 сантиметров это на два с половиной сантиметра больше чем у предыдущего prius а ширина теперь 178 сантиметров это плюс 2 сантиметра к прошлой модели высота напротив урезана на 4 сантиметра до 143 сантиметров передний свес стал больше на два с половиной сантиметра задний уменьшился на 5 сантиметров новый toyota prius 23 года предлагается в двух модификациях это стандартный гибрид как у нас сегодня и более продвинутая версия это с системой plug-in стандартный гибрид оснащен гибридной параллельной установкой это обычный dvs и электродвигатель данная модификация предлагается с двумя двигателями 1 и 8 это 140 лошадиных сил суммарно и двухлитровый с 193 лошадиных сил суммарно можно также приобрести полноприводную в этом случае на задней ось будет дополнительно стоять электромотор разгон за сотню этих моделей 18 литра за девять и три секунды двухлитровый за семь с половиной секунд самая подзаряженная модель prius'a plug-in оснащена двухлитровым двигателем dvs и электродвигателем общая суммарная мощность 223 лошадиные силы разгон до сотни у такой модели за 6 и 3 секунды салон prius'a стал более традиционный здесь и цифровая приборная панель и парящий экран мультимедийной системы ну и селектор трансмиссии который теперь расположен на центральном туннеле также новый prius оснащен двухсонным климат-контролем помимо этого есть две полноценные розетки одна в салоне другая в багажнике кстати toyota сделала здесь зарядки с usb-c две есть под приборной панели и две под локотником в дорогих моделях есть система автоматической парковки вы даже можете управлять автомобилем при помощи своего смартфона есть комплектации с панорамным люком и с системой toyota safety если брать prius с plug-in то на крыше вы можете поставить солнечную батарею у этой модели даже будет функция охлаждения салона единственное что она работает только тогда когда автомобиль заряжается от зарядки да кстати по поводу солнечной батареи если вы живете в солнечном городе то ваш автомобиль даже немного успеет зарядиться отделку салона вы можете заказать с премиальной ткани как в нашем случае или с кожаным салоном сидения оснащены ярко выраженной боковой поддержкой а подлокотники довольно высокие из-за того что колесную базу растянули до 275 сантиметров в салоне стало попросторнее единственное из-за того что машина стала ниже в салоне должно быть немного тесно людям с высоким ростом хоть я и метр восемьдесят шесть но в принципе место над головой у меня достаточно кулак помещается сейчас попозже сядем на заднее сиденье посмотрим там возможно я буду задевать крышу давайте быстро пробежимся по приборной панели с левой стороны принципе ничего такого особенного здесь спрятали бардачок в нашей комплектации небольшая такого 10 обшивка похоже на карбон но так очень удаленно по центру вот этот у нас как бы парящий экран по функционалу в принципе очень удобная мультимедийная система сейчас мы переключим чисто на тойотовскую вот так выглядит тойотовская система с навигацией причем несмотря на то что мы находимся в японии есть английский язык но если вы пользуетесь смартфонами подключение вашего смартфона по bluetooth сразу подключается или карплей или как там у гугла то есть гугловская система но я в основном пользуюсь google maps они работают шикарно touch работает очень быстро никаких лагов торможения нет есть также здесь настройки кондиционера то есть можно и здесь настраивать можно и через мультимедийную систему тут у нас по центру кондиционер климат-контроль кнопочки сделали вот такие как пианино по мне так такие кнопки намного удобнее чем традиционные ниже у нас небольшое место для вещей тут открывается еще поглубже можно что-то спрятать и как я уже показывал две зарядки юсби есть прикуриватель и место для двух стаканов два подстаканника ну и ручка с электротрансмиссия которая перекочевала в центр туннеля здесь у нас все по стандартному единственное мне нравится чем на прошлых приусах у этой ручки есть небольшое такое сопротивление она не так плавно плавает то есть мне вот раньше не нравилось что ее практически мизинца можно было двигать у этой нужно прилагать усилия и по мне так намного удобнее удобнее реально удобнее мне прям прям впервые мне понравился селектор приуса в предыдущих он не просто был раздражал самая главная вещь то что не раздражал в приусе ну и здесь у нас есть drive мод можно переключать с нормал эко и даже есть спортивный мод потом у нас есть hold кнопка ручной тормоз и система и вы мод принципе это все что у нас есть здесь у нас есть небольшое место пространство но я так понимаю что это больше для смартфонов потому что на узкой вот такой вот кармашек можно положить смартфон чтобы он у вас был всегда под рукой ну и руль здесь в принципе все стандартные кнопки с левой стороны здесь у нас управление возврат меню телефон отвечать джойстик для управления меню звук ну и снизу кнопка голосовой ассистент единственно что она здесь вроде работает только у нас на японском токио при помощи голосового ассистента можно настроить и навигацию куда вы планируете ехать единственное что так как мы в японии здесь работает на японском но несмотря на мой возможный акцент тойотовский голосовой ассистент меня понимает неплохо с правой стороны здесь в основном кнопки связаны с круиз-контролем сама кнопка включить выключить контроль линии ассистент руля держит он буквально 10 секунд если не чувствует вашего присутствия расстояние до переднего автомобиля ну и снизу кнопки для контроля музыкой и мод кнопка переключения режима по крайней мере моем случае она переключает музыки на айфоне на радио и обратно с правой стороны у нас здесь кнопки одометра контроля фар в нашем случае в базовой комплектации еще есть два свободных места система и тисе кнопка для включения розеток которые находятся в салоне в багажнике открывать бензобак и кнопка для открытия капота ну и багажнику приуса немного у нас он грязный но довольно вместительной широкие есть боковые кармашки вот тут спрятана розетка и в нашем случае здесь есть небольшой кит аварийный здесь у нас треугольник оранжевый и наверное единственная из модели которые я встречал японии где есть еще запаска у нас тут лежит настоящая запаска таких я в японии не видел наверное уже лет 78 вот но багажник до хорошей розетки все что нужно несмотря на низкий потолок как я уже говорил ранее место на заднем сиденье достаточно я с ростом метр восемь шесть сел сейчас хорошо назад облокотился и ну прям чуть-чуть волосами задеваю потолок если вы будете в наверно в высшие метр девяносто то упрётесь потолок это точно ну а по месту сейчас мое водительское сиденье стоит также как я сидел за рулем с вытянутыми ногами удобно мне было комфортно не зажато и место у меня остается вот практически целый кулак можно даже немного чуть-чуть съехать и занять более комфортное положение место достаточно так здесь у нас подлокотник два подстаканника есть как я уже сказал розетка и в более дорогих комплектациях здесь еще есть юсби зарядки и скорее всего управление для климат-контроля но к сожалению нам досталось сегодня дешевенькая модель управление toyota prius 5 поколения совершенно отличается от предыдущих моделей чувствуется вот эта спортивная нотка сиденья очень хорошо держит на повороте сама машина на поворотах в дороге держит себя очень приятно по сравнению с прошлыми моделями как это как будто совершенно другой автомобиль даже в режиме normal мод не переключая на спортивный можно даже немного погазовать и разогнаться на светофоре если вам нужно одна из причин почему они любил гибриды это то что нету динамики на старте но вот новый prius конечно дело совершенно другое подлокотники довольно удобные приятно сидеть рука отдыхает также и правая рука руль в моем случае наверное немного короткий хотелось бы его еще немного удлинить чтобы чуть-чуть отодвинуться но в целом не чувствуется дискомфорт автомобиль очень приятно по поводу кстати цифровой панели она мне нравится я так как управляю mazda cx8 там есть экран который отображается отражается на лобовом стекле я привык в принципе всегда смотреть вперед и видеть основные показатели это спидометр и ограничение скорости которые указаны на этом участке дороги у prius панель получается немного ниже но как раз на уровне глаз и удобно наблюдать все необходимые параметры медиасистема все удобно под рукой руль поворотники как и должны быть справа они так как у немцев с левой стороны не люблю немецкий автомобиль всегда там не поворотник я включаю дворники всегда ненужный момент зеркала задние хорошие большие очень хорошо видно единственно зеркало заднего вида наверное я не знаю точно но надеюсь что в дорогой комплектации есть камера цифровое зеркало потому что в этом случае если посередине сидит пассажир то вы ничего не увидите а по поводу расхода заявленной вроде 45 литров на сотню но если честно мне сегодня я спешил дерзко возил можно так сказать и у меня в среднем показывала где-то 78 литров на сотню дойти до уровня которую заявила тойота у меня пока не получилось ну наверное я просто так ввожу неадекватно пытаюсь из гибридного приуса сделать спортивную тойоту 86 но пока безуспешно также в тойоте приус есть адаптивный круиз контроль ничего особенного держит линию немного есть небольшой ассистент руля но если вы руль особо не трогаете то через буквально 10 секунд ассистент отключается и машина предупреждает что все вы в свободном плавании единственно что мне нравится к примеру сравнивая с моей mazda это то что здесь есть круиз-контроль но можно прям по километру устанавливать то есть если у меня в мазе там 95 и 100 можно то здесь можно и 98 99 поставить моем случае это очень удобно потому что в японии ограничение скорости плюс 20 до 20 вас полиция не штрафует поэтому к примеру сейчас ограничение 80 я могу спокойно выставить примеру 98 и ехать с уверенностью что ни один полицейский не сможет меня остановить потому что у меня не хватает два километра данным для нарушения надеюсь именно с этой целью тойота сделала круиз-контроль по километрам в целом впечатление от нового toyota prius очень положительный это наверное первый toyota prius который мне захотелось купить очень красивый дизайн напоминает какой-то чистый электрический автомобиль но и в управлении динамика как он ездит действительно у нового prius появилась небольшая такая нотка спортивности стоит японии такой автомобиль базовая модель 3 миллиона 200 тысяч йен до впечатления очень приятные надеюсь что в ближайшее время этот автомобиль появится на дорогах вашего города ну и вы сами сможете на нем немного поездить и ощутить весь комфорт и всю ту душу которую toyota вложила в новый toyota prius 23 года ну а на сегодня все если вам понравилось это видео ставьте лайки оставляйте в комментариях ваши впечатления о новом toyota prius и мы увидимся с вами в следующее видео всем пока ребят ну что как вам обзор на новый prius что скажете про внешность что скажете про салон про оптику потому что когда появляется новый prius это как всегда очень футуристично и многие такие что новый приус да не не он не приживется вот в итоге потом все покупают игре в смысле до него все было очень страшно а вот это вот прям вот такой поэтому я думаю с этим поколением все будет то же самое спасибо евгению за обзор потому что получить обзор новый prius из японии это очень ценно и сейчас вам надо будет написать модели внизу на супер новые тачки которые еще даже по японии то не ездят по дорогам но они уже и шоурума про них есть информация даты анонсов когда мне стартует продажа открытая в автосалонах японии и поэтому у нас с вами благодаря евгению есть возможность посмотреть на эти машины полазить внутри посмотреть что за технологии что за пластик что за кожа и так далее все ссылочки внизу также на канал евгения заходите к нему смотрите про японии пони очень интересная страна и моя любимая видео евгения очень подробно раскрыто почему япония манит всех почему на третьем месте по ввп в мире почему там самые надежные машины там есть ответы на эти вопросы ребят в общем жду снизу в комментариях поставьте лайк подпишитесь на канал наш и на канал евгения пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля